В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Рязанская область и Деловая Россия подписали соглашение о взаимодействии в сфере привлечения инвесторов. В городе самые вежливые водители, уникальный археологический объект под угрозой исчезновения и весна – время перемен, как найти свой собственный стиль. Рязанская область договорилась о сотрудничестве с Деловой Россией. В пятницу исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов и глава организации Деловая Россия Алексей Репик подписали соглашение. Документ предусматривает взаимодействие по привлечению в регион инвесторов, а также в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. По моему мнению, малый именно бизнес – это основа экономики каждой развитой экономической страны. Чем он успешнее, чем его больше, тем, собственно говоря, эффективнее экономика в любой стране. Таким образом, Деловая Россия займется популяризацией возможностей региона в деловых кругах и поможет решать вопросы на федеральном уровне, в том числе по адресной поддержке проектов. В первую очередь, я считаю, что инвестиции идут туда, где бизнесу легко дышится, где у бизнеса есть взаимопонимание с региональными органами исполнительной власти. Глава Деловой России напомнил о причастности любимого к инвестиционным успехам Калуги и выразил уверенность, что и Рязанская область будет знаменита не только Есениным, но и, цитирую, классными инвестпроектами. Глава администрации Рязани на этой неделе прочитал лекцию для школьников. Олег Булеков рассказал учащимся старших классов о своем карьерном пути, о том, как учился в техникуме на товароведом, как поступал в институт, а также о том, как достичь успеха. Всю жизнь нужно учиться, и всю жизнь нужно работать. Причем все, что мы в этой жизни делаем, мы сначала это должны делать для общества, а потом для себя. Поверьте, отдавать себя обществу намного приятнее, нежели получать. Достаточно интересно все рассказал о том, как добился своего, так сказать, успеха в главной администрации. Потому что было очень интересно послушать то, что даже не обязательно какая твоя была начальная профессия, что упорством и трудом можно прийти к абсолютно всему. Таким образом в Рязани стартовал проект «Актуальный диалог о жизни, о призвании, о людях». Известные рязанцы, представители власти, медицинского сообщества и бизнесмены расскажут о своем секрете успеха. В регионе создается опасная ситуация из-за палу сухой травы. За неделю трава в Рязанской области горела более 200 раз. 40 случаев произошло в черте города. Спасатели отмечают, что весенние палы травы – рукотворное стихийное бедствие. В большинстве случаев они охватывают значительные площади и очень быстро распространяются. Буквально пару дней назад в районе 19 часов на улице Быстрецкой загорелся сухостой. Огонь быстро распространился. На место пришлось выезжать к префекту района. Больше всего меня поразило равнодушие самих жителей. Сидят на лавочках мужчины, женщины стоят в сторонке и наблюдают. После того, как я подошла и сказала, вы стоите и смотрите, а почему мерки никаких не принимаете? С целями профилактики и предотвращения возгораний постоянно дежурят спасатели и добровольцы, которые контролируют наиболее опасные участки. То же самое рекомендуется делать всем жителям нашего города. Одно из тех мест города, где зарево видно в эти дни постоянно – поля за глобусом и жилым комплексом на улице Большая. Здесь горит и днем, и ночью. В эти дни работу пожарных без выходных. По словам сотрудников МЧС, горит вся область. В Рязани оказались самые вежливые водители в России. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по количеству штрафов тем автомобилистам, которые не уступили дорогу пешеходам на зебре. Чем отличаются рязанские водители от водителей других городов, узнавал Валерий Седов. Как нередко напоминают в госавтоинспекции, пешеходы являются самыми незащищенными участниками движения, так как при дорожно-транспортных происшествиях именно они получают наиболее серьезные травмы. На основании исследования нескольких сайтов, включая штрафы ГИБДД, стал известен список тех субъектов России, где к пешеходам относятся с большим вниманием. Было выявлено 10 регионов с самым минимальным процентом штрафов ГИБДД по данному нарушению правил дорожного движения. И Рязань в нем заняла первое место. Несмотря на это, в текущем году составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях на невежливых водителей. Несмотря на большие усилия и администрации города, и сотрудников госавтоинспекции, установлены дорожные ограждения, приведены в надлежащее состояние многие регулируемые пешеходные переходы. На многих пешеходных переходах нанесены дополнительные разметки для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на это, и пешеходы находят очень часто места, где можно перейти дорогу в неположенном месте. Так же и водителям. С сотрудниками госавтоинспекции постоянно проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения водителями. Но самое главное – это понять, чувствуют ли пешеходы улучшение ситуации. На ваш взгляд, в Рязани вежливые водители? Вежливые. Ваши часто пропускают на пешеходы? Пропускают, и я пропускаю. У меня тоже транспорт, я пропускаю всегда. Часто, я думаю, 90% случаев пропускают. Постоянно. Ну, если я вижу, что человек собирается переходить дорогу, то я останавливаюсь обязательно. Культура водительская, как водитель, скажем так, воспитан, наверное. Ну, сейчас больше штрафов, сами повысили. Поэтому многие боятся, наверное, быть штрафованы. Ну, бывает, что пропускают, бывает, что нет. Когда как, знаете, вот, допустим, вот здесь буквально вот был недавно случай, вот его чуть не сбила машина, вот прямо на пешеходном переходе. И водитель еще выглянул из окна и охаял с ног до головы. Вместе с рейтингом регионов с самыми вежливыми водителями также был составлен топ-10 с самым большим процентом штрафов за непропуск пешеходов на зебрах. Редакция нашего телеканала связалась с Ижевском, Республике Удмуртия, который располагается на девятой строчке рейтинга. Мы обсудили, какие мероприятия проводятся у них. Работы и с водителями, и с пешеходами, конечно, наши ГИБДД проводят. Но я не могу сказать, что это каждый месяц обязательно они встают где-то и ловят пешеходов, которые не там переходят. По водителям, конечно же, они работают намного чаще. Работа в Рязани проводится не только в отношении водителей, но и в плане пешеходов. Сотрудники ГИБДД часто стоят на пешеходных переходах. Один их вид способен сделать жителей города более законопослушными. О вежливости на дороге, тем не менее, знают не все. Молодой рязанец в четверг устроил на дороге целый скандал. Сразу несколько аварий, а все потому, что уходил от погони полицейских. Об этом и других странных событиях неделя расскажет Наталья Новикова. Уходивший от погони полиции рязанец устроил несколько ДТП. Мужчина на Рено Логан на высокой скорости протаранил пять машин на разных улицах города. За водителем была организована погоня, в результате которой рязанец врезался в три машины автоинспекторов. В дежурную часть управления ГИБДД ОМВД России Паризанской области от неравнодушных граждан поступило сообщение, что по улице Советской армии двигается автомобиль, которым управляет водитель с явными признаками опьянения. Экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД разыскал, догнал подозрительный автомобиль Рено и принял меры для его блокирования. Однако нарушитель, совершив несколько столкновений с проезжающими автомобилями, попытался оторваться от полицейских. Получилось все как в кино, включив проблесковые маячки и спецсигналы сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России Паризанской области преследуют темное Рено. На неоднократные требования остановиться водитель не реагирует. На перекрестке улиц Солнечная и Северная окружная дорога нарушитель, создавая аварийную ситуацию, проезжает и на красный сигнал светофора. Нарушителя удалось задержать и на улице Бутырки у мужчины не оказалось прав. При блокировке и задержании нарушителя автомобиля Рено причинило повреждение нескольким автомашинам рязанцев и трем автомобилям ДПС ГИБДД. Инспекторы отдельного батальона ДПС выяснили, что 22-летний рязанец с явными признаками опьянения, злоупотребив доверием знакомого, завладел его автомобилем и совершил на нем несколько ДТП и серьезных административных правонарушений. Теперь нетрезвому гонщику вменяется использование чужого транспортного средства, неоднократное оставление места ДТП, неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД, пресс-перекрестка на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В таких случаях законодательством предусматривает наложение ряда строгих штрафных санкций, включая лишение права на управление транспортным средством и административные аресты на срок до 15 суток. Рязанские подростки в виде наказания получат максимум выговор от родителей. Они решили показать жителям города, что представляют из себя сейчас торговые ряды на Краснорядской улице. Ребята залезли внутрь, сняли ролик и опубликовали его на видеохостинге Ютуба. Всего юные исследователи прошли по нескольким помещениям давно пустующего здания. И к другим темам этой недели. В Рязанской области задержаны члены Кузинской преступной группировки. По данным полиции, они торговали оружием, у преступников изъяли целый арсенал. 1 апреля в городе Скопине Рязанской области сотрудники регионального МВД и столичные оперативники задержали 5 человек, которых подозревают в сбытии оружия. Предполагается, что задержанные являются членами Кузинской ОПГ. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Рязанской области были задержаны пятеро подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Заключительная часть операции прошла в Скопине, а продавцов оружия схватили с поличным при совершении сделки по продаже. Ими оказались жители Рязанской и Московской областей в возрасте от 37 до 52 лет. Задержание проводили жестко с применением табельного оружия. При задержании сказали, что за сбыт оружия в составе группы лиц. Денежные средства вам кто передавал? Он. Конкретно за оружие? Да, 350 тысяч. А с какой оружием? Ну, там, наверное, Калашников был. ПМ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 5 автоматов, 12 пистолетов, карабин, 9 граната, 900 граммов тротила и около 6 тысяч патронов различного калибра. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступники теперь орудуют и в сфере мусора. В Рязани крадут мусорные баки. Жители жалуются, что контейнеры увозят в управляющие компании. На их месте образуются горы бытовых отходов. Но, как выяснила моя коллега Анна Герцовская, баками заинтересовались преступные группировки. Один сюжет за другим. В этом году на пропажу мусорных баков рязанцы жалуются в разы чаще, чем в 2016-м. Что само по себе парадоксально. Ведь этот год объявлен президентом страны годом экологии. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор. Все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват? Жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю? Или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Такая ситуация сложилась в феврале текущего года. Тогда рязанцы, живущие по адресу 1-й совхозный проезд, дом 15, не могли повлиять на обслуживающую эти дома организацию, ЖЭО номер 21. Представители которого отказывались исправлять ситуацию. Говорят, мусор не вывезем, отношения к происходящему не имеем. Я не знаю. Вам 10-й раз. И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1 января. Все, до свидания. Сейчас мусора там нет. Вне зависимости от причины проблемы можно обратиться в управление энергетики и ЖКХ города Рязани, которое ведет контроль за деятельностью управляющих компаний. На самом деле сейчас у нас действует очень много способов для подачи заявлений. То есть это и интернет, это и заявление непосредственно. Можно обратиться, позвонить по телефону. И, соответственно, можно прийти лично на прием. То есть вопрос решается в течение максимум недели. Управление всеми способами повлияет на управляющую компанию. Мусор будет ликвидирован. При необходимости появятся мусорные баки. Недавно после подобных обращений граждан ситуация была исправлена на двух улицах. Улица – это дом 54 по улице Новоселов, корпус 2. И по улице Вескарми – дом 10. Что касается причин исчезновения мусорных баков из дворов города, их две. Первая версия – контейнеры убирают управляющие компании, которые вправе контролировать количество баков. Но с уменьшением их числа должна увеличиться частота вывоза мусора. Иначе дворы переполняются отходами. Такие случаи сейчас есть. В данный момент мы рассматриваем эти случаи. То есть они единичные. И в частном порядке они решаются. То есть ежедневно перейти на совещание. Каждый такой случай разрабатывается. Разрабатываются методики по предвозвращению данных негативных факторов. Такие случаи возможны лишь только потому, что управляющая компания справляется со своими функциями. И, соответственно, или банкротится. И вторая реальная версия исчезновения мусорных баков – преступная группировка. Деньги не пахнут. В полицию обратились жители нескольких домов, расположенных в железнодорожном районе Рязани, которые сообщили, что со двора пропали мусорные баки. Оперативники уголовного розыска отсмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники, которые похитили четыре мусорных бака со двора одного из домов на улице Островского, передвигались на грузовом такси. Установить заказчиков перевозки не составило труда. Тем более, что баки сразу же отвезли на пункт приема вторсырья и сдали на металлолом. Вскоре полицейские разыскали 32-летнего жителя Рязанского района и его сообщников. Сотрудники полиции выяснили, что задержанные причастны и к другим аналогичным кражам мусорных баков. Также было установлено, что ранее судимый за кражу 32-летний злоумышленник причастен к разбойному нападению на животноводческую ферму в Спасском районе, которую полицейские раскрыли накануне. К слову, не важно, что мы крадем, главное то, куда попадем. Мусорные баки или золото, по предварительному сговору, статья одна грозит взысканием и до пяти лет наказанием. В ходе строительства нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на улице Соборной уничтожают археологический объект. Тревогу бьют ученые. Уникальный культурный и исторический слой, по мнению археологов, оказался под угрозой исчезновения. В проблеме разбирался мой коллега Валерий Седов. В нашем городе одна стройка сменяет другую. Порой кажется, что строительство не прекращается вовсе. Но обычные жители часто не знают, на какой земле располагается их дом или офис, и что за историю она хранит в себе. Правда, иногда кажется, что не знают этого и сами строители. Например, место, где возводят новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сейчас к нему подводят необходимые коммуникации, углубленные в грунт. Но именно этой траншеи был уничтожен археологический культурный слой XII-XIX веков. Ранее на этом месте проводились раскопки Институтом археологии Российской академии наук. В 2015-2016 годах были сделаны очень интересные находки, ряд которых для истории города Рязани вообще сенсационный. Но, к сожалению, вот эти работы по прокладыванию траншеи, которые осуществлены здесь всего несколько дней назад, в пятницу, 7 апреля, полностью уничтожили археологически ценный культурный слой на площади около 100 квадратных метров. Историческая ценность участка улицы Семинарской, улицы Соборной, где мы сейчас с вами стоим, она огромна. И доказывать здесь что-либо было вообще излишним. Согласно федеральному закону номер 73 ФЗ, перед земляными работами в границах объекта археологического исследования проводится историко-культурная экспертиза. После этого принимаются необходимые меры по сохранению участка, который может быть поврежден или уничтожен. Перед строительством здания музея такая экспертиза проводилась. Во время ее проведения археологами были найдены артефакты, поражающие воображение. Например, фрагмент сирийского кубка с необычной росписью, а также множество предметов быта. Траншея же была положена без необходимых согласований. Хорошо видно, что стенки строительной траншеи фиксируют стратеграфию, то есть вертикальный след с последовательностью слоев. Верхний слой примерно 60-70 сантиметров. Это на пластовании 20 века. В археологическом плане они мало интересны. Но ниже располагается темный, однородный культурный слой как раз эпохи средневековья, нового времени. В нем нет включений пластика, нет фрагментов асфальта или кирпича. Этот слой достаточно древний. Именно он интересен для археологического изучения. Сейчас вся эта земля вывезена на строительную площадку и разровнена бульдозером. Поэтому определить последовательность слоев, глубину залегания остатков жилищ и предметов быта невозможно. Допустим, на той территории, которую мы сейчас с вами видим, на площади 100 квадратных метров, находились сохранившиеся культурные слои, археологические предметы, последовательность залегания которых могла бы очень много рассказать о характере заселения на данной территории, о характере ее хозяйственного освоения на разных этапах. К сожалению, сейчас мы эту возможность утратили. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования на территории Рязани могут стать, если не сенсацией, то нести в себе важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Еще одно археологическое открытие. Рязанские краеведы обратили внимание на старую кирпичную кладку, которая, по их мнению, может быть остатками древнего храма. Обнаружили ее в самом центре города, на улице Семинарской, на территории, прилегающей к училищу ВДВ. Выйдя сюда, я обратил внимание на то, что вот здесь вот валяется кирпич. Вот этот вот. Очень большой по размеру. Вот этот обычный кирпич, так скажем, 19 века. Этот очень крупный. Вот. А так как я немножко этим занимался, вовлекался, я понял, что это кирпич, конец 17 века. А когда увидел небольшое вот такое закругление, ну сразу я сообразил, что здесь, вероятно, был храм. Находкой заинтересовались археологи. Известно, что несколько веков назад здесь стоял Семинарский храм. Второе его название – Владимирская церковь. Сегодня здесь можно увидеть вкладку цокольной части и сохранившиеся фрагменты фундамента. В Рязани работает выставка, посвященная столетию революции. На ней представлены материалы, рассказывающие о ключевых событиях, происходивших в Петрограде и Рязани в период с февраля по октябрь 17 года. Уникальные экспонаты увидела Ирина Ковалева. Сто лет назад в нашей стране начали происходить события, полностью изменившие ход истории. В результате революции 1917 года самодержавие было свергнуто, к власти пришли большевики, а Российская империя, по сути, прекратила свое существование. На сегодняшний день даются абсолютно разные оценки этих событий. Однако историки едины во мнении – революция стала мощным толчком вперед на пути развития государства. Выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, носит в первую очередь информативный характер. Тема революции обширная, разобраться в ней довольно сложно. В этом посетителю выставки помогут плакаты того времени, документы и личные вещи революционеров. Правда, в большей мере экспонаты выставки рассказывают о партии большевиков. Потому что информация о других партиях, или тем более предметный ряд, или какие-то документы, ну, со временем, если они попадали в музей, они просто вычищались, скажем так, потому что не нужны были. И сейчас, конечно, трудно нам полностью, объективно, даже на этой выставке, показать все, что тогда творилось. Чудом до наших дней дошла бурка Михаила Великанова. Именно в его честь и названа одна из улиц нашего города. До революции он был офицером царской армии. Но в 17-м году примкнул к революционным войскам и занимал непоследние чины в Красной армии. Однако в 38-м году его репрессировали. Это большая удача, что здесь в музее осталась его вещь. Вообще-то репрессированных их вещей, какие-то мемориальные предметы и даже фотографии, просто удалялись. Фотографии замазывались. Грубо говоря, если, например, у нас в фондах музея много групповых каких-то фотографий начала 20-х годов, там обязательно можно увидеть замазанные лица. Значит, этих людей просто репрессировали. Оружие революционеров, деньги России того времени и даже раритетное знамя с известным лозунгом «Мир хижинам, война дворцам». Все это позволяет перенестись на сотню лет назад и даже пройтись по революционной Рязани. Так, например, в этом всеми узнаваемом здании заседало Временное правительство. А в нынешнем Музее истории молодежного движения, которое до 17-го года было резиденцией губернаторов, собирались первые советы рабочих и крестьянских депутатов. Кстати, смена режима в нашем городе прошла тихо и без жертв, чего нельзя сказать об области. Здесь же на этой выставке можно увидеть макет знаменитого агитационного поезда всесоюзного старосты Калинина и уголок Ленина, в котором, кстати, представлены фотографии его личного секретаря, Рязанки Лидии Фотиевой. Сопровождает просмотр экспозиции кадры хроники. Выставка «Революция 1917» будет работать в здании Дворца Олега до конца апреля. Зрелищность, красота и грация. В Рязани в спортивном комплексе «Арена» прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике. В них приняли участие более 400 гимнасток из 15 российских регионов. Турнир проводился как по индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Все желающие смогли увидеть будущее отечественной гимнастики. Возраст юных спортсменок – 15 и 17 лет. Традиционный турнир, который проходит в течение ряда лет, посвящен Светлане Лебедевой. Она стояла у истоков развития этого вида спорта в России. Именно поэтому ее считают родоначальницей художественной гимнастики на Рязанской земле. За прошедшие 50 лет наш регион воспитал 5 заслуженных мастеров спорта. 14 мастеров спорта международного класса, 6 чемпионов мира и 10 заслуженных тренеров России. По получению мастеров спорта России, безусловно, художественная гимнастика здесь у нас на хорошем уровне находится. Но достижений, так скажем, очень высокого уровня за последнее время не было. Это связано с рядом определенных причин. Конкуренция стала больше в художественной гимнастике. Если несколько лет назад это у нас тоже существовало, но не настолько мощно было, а сейчас это. Потом условия, которые создаются. Вот мы надеемся, что те условия, в которых сейчас тренируются наши художественные гимнастки, они, конечно, будут способствовать тому, чтобы у нас было больше побед на соревнованиях, так скажем, европейского и мирового уровня. Нам этого очень бы хотелось. Сейчас с появлением новых спортивных комплексов, а также активной жизненной позиции родителей, все больше детей выбирают для себя именно художественную гимнастику. В этих соревнованиях принимают участие 435 гимнасток из 15 субъектов Российской Федерации. Среди них Москва, Рязань, Удмуртия, Башкирия, Калуга и другие города. География меняется, и участники меняются. Кто-то уже вырастает из возраста, появляются новые у нас гости. Но то, что глобально изменилось, то, что мы, наконец, в таком прекрасном спортивном сооружении. Соревнования проходят на высоком уровне, ведь спорткомплекс «Арена Атрон» предназначен для занятий художественной гимнастикой и футболом. Здесь преподают тренеры из государственных и частных спортшкол. Идет активное действительно развитие по футболу и по художественной гимнастике. А зачем мы это делаем? Как все же смысл жизни в детях. И мы, и наша группа, и моя группа, и другие неравнодушные люди делают все возможное для того, чтобы город развивался. И наши дети все-таки были не обделены в нашем случае спортзалом. 12 апреля в России день мецената и благотворителя. Так что не лишним будет отметить тот вклад, который внесли неравнодушные люди в создание подобных спортивных комплексов. Работа над улучшением условий для развития спорта в регионе продолжится. Так, в «Арена Атрон» планируется заполнить спортивными залами и секциями еще два этажа. Весна – пора преображений. Именно в это время года прекрасной половине человечества хочется перемен, в том числе и в своей внешности. Найти свой собственный стиль и полностью преобразиться помогут профессионалы. Как они это делают, знает Ирина Ковалева. Стилист-имиджмейкер Светлана Дьяконова считает, что стиль – это в первую очередь индивидуальность, удобная как для самого человека, так и для окружающих. Не секрет, что одной из главных составляющих индивидуальности считается то, что мы носим. Именно поэтому в студии стиля специализируются на пошиве как женской, так и мужской одежды. Здесь профессионалы помогут подобрать фасон, подходящий именно вам. И, конечно же, учтут все ваши пожелания. Мы подчеркнем достоинства и скроем ваши недостатки, если таковые имеются. И самое главное, большое качество индивидуальной пошивы – это воплощение всех своих желаний и фантазий в изделии. Воплощение в крое, воплощение в принте. Воплощение того, чего вы не можете найти в магазине. Еще один плюс – ткань можно подобрать здесь же. Это значит, что не придется тратить дополнительное время на поиски нужного и, самое главное, качественного материала. В студии стиля Светланы Дьяконовой представлены только европейские производители, по большей части итальянские. Причем здесь можно найти образцы разных категорий, в том числе и брендовые ткани. Для некоторых людей очень важно, чтобы изделие было пошито из брендовой ткани. У нас таковые имеются в наличии. Вот, например, шерсть Этро с великолепным принтом этого бренда. Выбор ткани и нужные именно вам модели любой сложности кроя превращаются в невероятно приятную процедуру, благодаря теплой атмосфере, царящей в салоне. Здесь же вам помогут подобрать дневной или вечерний макияж и аксессуары, которые, кстати, могут изготовить по вашему заказу. Декоративные элементы, броши, машины или ручная вышивка – выбирать только вам. Ну а если пока нет времени на индивидуальный пошив, можно найти что-то из имеющихся оригинальных моделей. В любом случае, посещение студии стиля Светланы Дьяконовой может превратить не только ваш день, но и вашу жизнь в стильный яркий праздник. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам праздничных выходных. Редактор субтитров А.Семкин